Продолжение следует... Продолжение следует... Второй такой эпизод. Первый эпизод был весной прошлого года, и тогда тоже скапливались войска. Мы уже второй раз видим, как на границе с Украиной скапливается и подготавливается группировка, достаточно для того, чтобы нанести такой сухопутный удар и совершить марш-бросок вплоть до Киева или для захвата ближайших областей. В любом случае мы видим, что это становится такой стандартной картой политической Владимира Путина. И, по всей видимости, в прошлый раз это сработало. Президент Байден согласился встретиться с ним, как бы извинился за то, что назвал Путина убийцей, провел с ним такую очень глубокую, большую, масштабную встречу, подтвердив статус Путина как одного из мировых лидеров. На этот раз, на мой взгляд, тоже, скорее всего, есть какая-то цель, которую Владимир Путин хочет достичь, и на которую он хотел бы разменять свое не вторжение в Украину. Что это, кстати, интересно? Не знаю, не знаю, но я вижу, как бы мне представляется, что это по риторическому оснащению, что это скорее такой торг и приглашение к размену. Но проблема в том, что если Путин не получит того, что он хочет и пытается таким образом выторговать, то механизм шантажа так устроен, что Путину тогда придется воевать. Сколько можно кричать «волки-волки»? Нужно уже пойти и, значит, тех овец зубами рвать? Нет, да. Ну, немножко другое. Есть такой блатной принцип, что если взялся за нож, то он должен бить. У нас таким, вы считаете, принципом руководствуются в Кремле? Ну, одним из двух. Либо «волки-волки», либо… Вот. Так что вот та ситуация, в которой мы находимся, как мне представляется? Да, непросто. Но когда же этот вопрос может разрешиться? Сколько вот эта ситуация будет в подвешенном состоянии? И сколько агентствам Bloomberg американским придется кричать? В том, что вот разведка негодует, опасается, предупреждает Пентагон своих союзников? Или же нам стоит дождаться той встречи, которая вновь готовится между Путином и Байденом, и тогда какая-то уже ясность может появиться? Ну, не знаю. Я не знаю. Наверное, какая-то ясность появится. Но факт в том, что эта ситуация будет повторяться, потому что если у тебя что-то работает, если ты вот как берешь нож, и сразу тебе что-то дают, то это как-то входит в привычку. Ну, по-другому не бывает. И поэтому разрешение конфликта все равно стоит ждать. В какой форме, я не знаю, но это очень такая неприятная история. В том смысле, что, ну, действительно, мы как бы угрожаем Европе войной, и это механизм нашего общения. Вообще все это с Европой закрутилось, да, и не только в отношении Украины, но и Беларусь, да, мы видим тоже. Многие эксперты считают, что Россия тоже участвует в этом. Извините, в миграционном кризисе. Ну, разумеется, она как-то участвует, но это мелочи по сравнению с масштабной, сухопутной войной с Украиной, которая как бы является не только разменной картой, но еще и риторическим, как бы таким. Сейчас Кремль, в отличие, кстати, от прошлогодней ситуации, сейчас Кремль как бы риторически готовит эту войну, что вот нам придется вот на Украину наступать, нас вынуждают. В прошлый раз как бы это там была слабенькая, риторика так мягче была. Сейчас она такая, он готовит, Кремль готовит и российское общество к тому, что вот надо будет. Вообще это удивительная вещь, что война с Украиной стала одним из центральных сюжетов всего правления Путина. Но это вот так. В России пишутся постоянно про это и так далее, всеми возможными фигурантами, в том числе господином Медведевым. То есть Украина действительно какой-то триггер. Да. Но какие последствия вообще в этой ситуации могут быть для Москвы? Опять же, некоторые политологи отмечают, что не пойдет Москва на это, поскольку ну уж тогда-то и санкции будут в разы серьезнее, и давление. И про Крым когда-то так говорили тоже. Но с другой стороны, да, ваши прогнозы, что может сейчас тот самый, с позволения сказать, коллективный Запад, который так любит поминать соратника Владимира Путина, Александра Лукашенко, может какие шаги совершить? Я думаю, что последствия войны на Украине будут вполне катастрофическими для России. Это будет либо военное поражение в какой-то перспективе, может быть, не совсем близкой. Ну и это будет некоторый такой глобальный конфликт с Западом, который в результате Россия тоже проиграет, хотя, может быть, это станет ясно через много лет. Кирилл, еще одна тема, которую с вами хотели обсудить, перейдем от внешней политики, а несколько к внутренней. Это QR-коды, которые собираются вводить уже через Государственную Думу. Но, опять же, мы видим и протесты. В целом, ряде регионов люди выходят на улицы, говорят, что они с подобной политикой властей не согласны. Ну а накануне в Татарстане полторы тысячи человек не смогли воспользоваться общественным транспортом. Там заработала система, согласно которой, если ты не приболел, если ты не поставил прививку, ты теперь в общественном транспорте проехать не сможешь. Ну, конечно, конфликты, драки, использование перцового баллончика, несколько человек доставлены в УВД. Скажите. Есть статистика даже вот сейчас. После введения QR-кодов в общественном транспорте пассажиропоток в Татарстане снизился на 20-30%. Ну вот. Как будет развиваться система этих QR-кодов на федеральном уровне и какое тестирование она сейчас на общественном мнении проходит? Ну, я думаю, что, скорее всего, это как бы широкого такого применения не будет у этого. То есть, ну, какие-то будут попытки это ввести, потом это тихо сойдет на нет. Это такие компании, которые должны подтолкнуть людей вакцинироваться и, ну, постепенно все встанет на свои места, потому что, на самом деле, люди вакцинируются, и этот процесс идет, и те, кто вот так вот страстно воюют с QR-кодами, их будет становиться меньше и меньше. Ну, а нельзя, можно ли сказать о том, что власть все-таки попала в какую-то ситуацию с Вангом, по одной простой причине, что вот электорат, на который она опиралась раньше, как раз таки он и является главным противником этих самых мер антиковидных, в том числе QR-кодов. Именно тот самый электорат, на который власть все время и опиралась. Ну, отчасти да, возможно так. Отчасти мы видим, что такой вполне лояльный электорат является частью... Глубинный народ, некоторые его называют. Да, но это все небольшая политическая проблема. Это более-менее существует во многих странах и постепенно сходит на нет по мере того, как люди все-таки прививаются. И я бы сказал, что конфликт властей с этими группами населения, которые раньше были лояльны, теперь нелояльны, он связан не с QR-кодами, он имеет более глубокую причину. И QR-коды — это только его проявление, а не причина. Ну, постойте, Кирилл, но вот такие движения, как, например, 40-40-ков, они там выступают за строительство храмов. Кажется, кто более скрепный уже, чем они. Или, например, актер Иван Ахлобыстин, тоже такой известный государственник, почвенник. И вот он тоже высказывается против QR-кодов. Да и вообще, как раз-таки, вот тот глубинный народ, на который зачастую опирается власть, ведь он выступает против закона о домашнем насилии, против ювенальной юстиции, юстиции, потому что не надо лезть в семью, не надо лезть в дом, не надо выносить ссор из избы. И сейчас государство как раз-таки в эту семью, в очень личное, и пытается, как, мне кажется, воспринимают эти люди, свои лапки запустить и спросить, а ты эту прививку поставил или нет? А это, считает тот самый глубинный народ, ну, у меня такое ощущение, вообще не дело государства, что там у меня дома происходит за закрытой шторой, как я болею, как я лечусь, и что происходит в моей семье. Именно поэтому такое противостояние некоего общества, вот этого глубинного народа и власти, мне кажется, мы наблюдаем. Нет, потому что по одной простой причине, что глубинного народа не существует. Вот вы так сейчас смело разыгрывали сценку, в которой как бы выступали голосом глубинного народа и говорили там то и все, пятое, но в действительности этого, ну, социологически, нету этого человека, который от имени глубинного народа его голосом говорит все. И есть довольно такая дифференцированная картина разных социальных групп, интересов, взглядов и представлений, и, но у нас время есть соблазн, желание вот действительно представить себе такого человека, поговорить его голосом, от его имени, чтобы поставить все на места. Нет, картина совсем другая, она сложная. Люди, которые выступают против вакцин, это люди очень разного социального статуса и разных, разного образовательного там статуса. Это все немножко не так устроено просто, и вот этого вот человека, которого вы изображали, его нет. И тем более в масштабе там страны, да, как целого народа. И, безусловно, безусловно, есть такое ощущение у людей, что они очень не доверяют государству. Может быть, они являются там православными психами, как Хлобыстин. Это одна группа, и такая группа существует. Это ваше оценочное осуждение, конечно же. Да, да. Там есть другие группы, у которых другие причины недоверия. к государству и к его институтам. Это, наверное, такая пестрая картина. И недоверие к государству и к институтам действующего режима, оно подрастает в разных группах. Это не обязательно какие-то необразованные люди. Оно подрастает, и оно как бы сливается с другими типами недоверия. И мы получаем вот эту картину. И это не обязательно... Вот это недоверие, оно шире, оно не обязательно имеет природу вот такого необразованного, такого примитивного обывателя, как вы изобразили. Но, еще раз скажу, что антиковидная тема, борьба с QR-кодами не будут иметь непосредственных политических последствий. Это периферийная тема, это проблема, которая есть во многих государствах. Это группа, которая будет размываться, потому что постепенно люди прививаются. И сами QR-коды, как мне предстоит, не удержатся долго. Как мы видели, не удержались там QR-коды в кафе, ресторанах. Но как они сработают, как фактор, который принудит еще некоторую часть людей все-таки привиться, и таким образом, опять-таки, расщепит, уменьшит, как бы сузит вот эту вот группировку активно недовольных. Понятно. А вот все-таки давайте еще затронем одну важную тему. Сегодня Государственная тема начинает подготовку по иску о ликвидации правозащитного центра «Мемориал». «Мемориал» включен в реестр НКВН агентов. Мы должны об этом сказать. Вот насколько это тоже такая важная, что-то символическая, да? Еще одна символическая рэперная точка в истории нашей страны, современной истории? Безусловно, это суперважная тема, и это, как бы, ну, это действительно тема такая. И надо сказать, что «Мемориал» возник, возникал, когда возникала постсоветская, посткоммунистическая Россия, и существовало все это время, как бы, и было, и является одними из запорных структур российской демократии, российской свободы. И, конечно, атака против «Мемориала», попытка его уничтожить, это такая фундаментальная попытка отменить посттаталитарную, посткоммунистическую Россию. И надо пытаться ей противодействовать этой попытке всеми возможными способами. Это беззаконие и одно из проявлений политических репрессий, которые мы видим в последнее время. Оно свидетельствует, безусловно, о некоторой нестабильности самоощущения в российской власти. Я напомню, кстати, что нынешний виток проблем у «Мемориала» начался с того момента, когда там показывали фильм о голодоморе на Украине. Польская картина, да. Да, и это любопытно, что именно украинская тема оказалась неким поводом, ну, таким, неким мотивом, не знаю, ни поводом, ни мотивом, но вообще, что она присутствует в этой атаке. Об этом мало говорят, но это любопытный факт, потому что, опять-таки, мы возвращаемся к той теме, что война с Украиной странным образом оказалась центральной темой президентства Путина. Он ведет борьбу с Украиной с 2004 года. И это, как бы, такая красная нить его длительного президентства. Опять возвращаемся к Украине, да? Собственно, с чего и начали. И все к этому ведет. Да. Ну, как бы, некоторая взаимосвязь, возможно, и тут. Ну, конечно, это, во-первых, память, история, да, которую мы пытаемся как-то монополизировать. Да, был фильм с таким, с украинским сюжетом, как бы. Украина, на Украине тема голода 30-х годов активно используется в политическом смысле, как бы, как такая антироссийская тема, что не очень справедливо справедливо исторически, потому что авторов террора на Украине было не меньше, чем в России. И авторов, там, исполнителей всей этой ужасной политики. Вот. Но эта тема присутствует в нынешней Атаке на мемориал. Я вот что хотел сказать. Спасибо большое, Кирилл. Кирилл Рогов, политолог, был с нами на связи. Обсудили все важные темы. Всем привет, это Тихон Зитко, главный редактор Дождя. Спасибо, что смотрите нас на Ютьюбе. Но Дождь — это намного больше, чем наш Ютьюб-канал. У нас есть огромное количество контента под подпиской на нашем сайте. Открывайте для всех новости. Мы можем благодаря тому, что вы, наши зрители, оформляете подписку. Это дает нам возможность в прямом эфире, абсолютно бесплатно, и для всех транслировать новости и рассказывать о главных событиях в России и за ее пределами. Так дайте нам эту возможность. Подпишитесь на Дождь. tvrain.ru слэш подписка. И мы в таком случае сможем и дальше рассказывать о происходящем во всем мире.